Всем привет, ребята, и у меня для вас приятные новости. Дело в том, что последнее видео на моем канале по аккордовой тематике за неделю посмотрело аж 27 тысяч человек. И это навело меня на мысль подготовить вам целый небольшой обучающий цикл, в котором я попытаюсь изложить вам все свои знания касательно аккордов и их изображения на грифе гитары. Сегодня у нас будет первое занятие. В этом первом занятии мы с вами наконец поставим точку над обычными трезвучиями, то есть обычными мажорными и минорными аккордами. Я вам покажу схему изучения, систему изучения дальнейшую нашу аккордов. И на базе ее мы также изучим аккорды СУЗ и СУЗ-2, и все возможные их аппликаторы изображения на грифе. Хотел бы посоветовать вам отличный канал Гитаромания, где помимо обучающих видео для начинающих, есть информация о том, как ухаживать за гитарой, какую сейчас лучше купить, а также много лайфхаков и советов, какие прикольные вещицы для гитариста можно заказать, например, с Китая. Видео снимается в 60 фпс с приятным звуком, а все обучающие видео идут вместе с табами. В общем, интересный, качественный канал с кучей положительных отзывов. Ссылку кидаю вам в описании, переходите. Итак, исходя из занятий до этого, мы с вами помним, что аккорд состоит из самого главной ноты, ведущей ноты, которая называется тоникой. Если мы с вами возьмем любую ноту, допустим, ноту ми на пятой струне седьмой лад, то от нее мы можем построить всякие разные аккорды. И вот, например, для построения обычных аккордов, мажорных, минорных аккордов, трезвучий, которые используются почти во всей музыке, и самые ходовые, самые популярные, буквально вот самая попса, используется следующая музыкальная формула. Это терция плюс терция. Мы с вами сначала можем поставить минорную терцию, а потом мажорную, да, соответственно. А можем сначала поставить мажорную, а потом минорную. Минорная звучит у нас печально, да, а мажорная у нас звучит весело. В зависимости от того, какая терция идет первой, у нас и получается мажорный аккорд или минорный. Какая первая, та главная. Но это все теория. А гитаристы, в свою очередь, почти всегда не теоретики. Так вот, дело в том, что ноты на грифе повторяются. Повторяются они в разных местах. И поэтому, казалось бы, один и тот же аккорд, вот этот неказистый, мы так не зажимаем. Мы зажимаем его по-всякому, по всей площади грифа, в разных аппликатурах и криволапах, там, зажатиях пальцев. При этом сохраняя именно эту музыкальную формулу. То есть, благодаря музыкальной формуле мы получаем ноты, которые входят в аккорд. Конкретные ноты. Я вам до этого их давал, чтобы вы желательно их запомнили. Вот. А с помощью аппликатур мы можем зажать эти ноты в разных комбинациях, в разных местах грифа. И вот сейчас давайте мы запишем все зажатия, аппликатур мажорных аккордов. Если же мы захотим выбрать ноту на шестой струне, допустим, ля, то самая ходовая комбинация, самая ходовая аппликатура зажатия мажорного аккорда здесь у нас выглядит вот так. В данном случае получился аккорд А, то есть ля мажор. Если мы будем его двигать, первая нота будет у нас соль, будет соль мажор, фа диез мажор, фа мажор. И вот если мы сдвинем сюда, то получим самый известный блатной аккорд Е. То есть на самом деле мы также зажимаем ту самую аппликатуру. Просто мы съехали настолько, что вместо нашего пальца его функция выполняет порожек на гитаре. И самая главная нота тоника здесь, это ноль. Это пустая открытая струна шестая. Нота ми. С этим понятно. Вторая, если по популярности, аппликатура у нас от пятой струны выглядит вот так вот. Это та же самая у нас мажорная форма этого аккорда. Я думаю, все ее знают. И здесь у нас главной нотой тоника выступает опять же нота под указательным пальцем. До мажор, соответственно, Си мажор, Си бемоль мажор и наш самый популярный открытый аккорд А. На самом деле вот он. И мы поехали. Так вот, это две самые ходовые используемые аппликатуры. Дальше мы с вами изучили еще такие аппликатуры. Это форма до. Мажорный аккорд до. Который мы с вами также можем переносить. Но в этом случае у нас выступает главным, опять же, верхняя нота. И вот если мы переносим эту позицию, выглядит она вот так вот у нас. Можете стать баррес, хотите? Да? То есть вот это у нас, вот это вот у нас. Аккорд ми мажор, потому что главная здесь у нас нота вот отсюда идет. Поэтому если мы хотим также построить еще, допустим, наш ми мажор, но мы не хотим скакать назад по струнам, то мы можем его построить в формуле вот такой. Получить новые оттенки. Потому что толстые струны, они звучат глуше. Да, нежели если мы возьмем эту ноту на, собственно, я не знаю, вот здесь. Здесь больше высоких. Здесь их поменьше. Здесь их еще меньше. Толстые струны глуше. Тонкие струны, соответственно, звонче. И чем больше, опять же, амплитуда биения струны от места зажатия до порожка, тем более объемный звук. Здесь он менее объемный, меньше сустейн, но более выстреливающий. Поэтому аккорды мы можем сделать более выстреливающими, более мягкими, более звонкими, зажимая те же самые ноты с помощью разных аппликатур. И это все подбирается на музыкальный слух, естественно. Дальше четвертая форма изображения. ДМ, которую мы выносим и поэтому зажимаем вот этими пальцами. Да, и, собственно, вот получается у нас форма. Мы его несем. Но главное у нас остается под указательным пальцем. То есть у нас получается аккорд соль-мажор можно сжать вот так вот. И это будет тот же самый аккорд. Что касается последней аппликатуры, получается, это у нас вот такая вот. Она у нас идет от первой струны. Это, соответственно, нота до. До-мажора. Объемно, богато, красиво. Более выстреливающе. И последнее, что я еще хочу показать, это аккорд-префикс. Как бы он полноценный мажор. Но когда мы поднимаемся выше, мы уже не можем уместить все пальцы, особенно на электрогитаре. Поэтому мы зажимаем его не полностью, не вот так вот, а первые две и вот нижние четыре струны, собственно. Так мы можем зажимать его и нести выше, выше, выше и выше. Но получается... Основная нота у нас как бы была указательный палец. Она дублируется с шестой струной. То есть от первой струны. Все это запоминать не надо. Я вам сейчас вот вырисовываю снизу, даю схемку всех аппликатур. И вы видите, там большим кружочком отображается главная нота. Главная нота. Именно от нее называется аккорд. То есть все, что мы сейчас изобразили, это мажорные аккорды. Обычные мажорные трезвучия. В зависимости от того, от какой ноты вы строите это мажорное трезвучие, так называется аккорд. С этим, собственно, все понятно. Переходим к минорным аккордам. И здесь у нас тоже довольно все просто. Ну, а аппликатуру я дам поменьше, чтобы можно было запомнить. Мы будем с вами изучать по следующему принципу. Как взять, собственно, аккорд от шестой струны, от нот на шестой струне, от нот на пятой струне, от нот на четвертой струне и от нот на первой струне. Потому что если еще изучать аппликатуру зажатия нот от второй струны, от третьей, получится не то, чтобы очень много. Получится, что у вас основная нота, главная тоника, она в середине. И это уже немного сложнее отслеживается, сложнее запоминается, это уже там обращение. И поэтому этого мы сейчас касаться не будем. мы берем так, чтобы можно было отслеживать из крайностей, чтобы все это в голове усваивалось. Так вот, касательно минорных аккордов. Здесь у нас все просто. Мы убираем палец от мажора, получаем минорное аппликатурное зажатие. И вот он наш ЕМ. Это от шестой струны. От пятой струны форма такая вот. То есть, у нас идет ФА, минор, ФА минор. Здесь больше басов, здесь больше высоких. Ноты те же самые входят в состав, просто на октаву выше. Ми, минор, ре минор, до минор, и так далее. Си минор. И обычный наш АМ, ля минор. Потому что открытая пятая струна. Собственно, это это пятая от четвертой струны. Если пойдем дальше, то есть аппликатура зажатия опять же выноса. Такая вот. Это от четвертой струны. Я вам изображаю формулу. Вы ее видите. Главный нот у нас получается здесь опять же указательный палец. Следующее зажатие аппликатуры у нас от первой струны. Мы от этих трех рассмотрели. И зажимается на вот так вот. Красиво звучит. И опять же можно употреблять в высоких позициях, если струна потоньше, чем у меня. Или же если это электрогитар, то там все вообще легко. И вот мы с вами изучили четыре позиции, четыре аппликатуры минорного трезвучия. Обычного минорного трезвучия. Как его строить? от шестой струны, от пятой струны, получается, от четвертой струны и, соответственно, от первой струны. То есть вот это у нас аккорд до минор. А вот, скажем, зажать его нам вот здесь вот было бы очень проблематично. Если вы смотрите меня впервые, то не удивляйтесь, что я так быстро все показал. Дело в том, что я со своими подписчиками все это уже проходил. И это сейчас показывал только для вас. Поэтому от вас многого не требуется. Просто перепишите себе данные аппликатуры, схему, что я отдал куда-нибудь в конспектик и выучите их. Если есть время, то посмотрите видео перед этим. Прямо перед этим были на канале. Если же вы не знаете расположение нот на грифе гитары, то я вам рекомендую. У меня есть конкретный цикл Самоучка, где прямо-таки в первом выпуске отдельным полистом на канале есть все о нотах. Я там рассказываю все о нотах и о том, как легко и быстро за несколько дней запомнить их расположение на грифе гитары. С этим все понятно. Теперь мы идем дальше и переходим к теоретическому освоению таких форм трезвучий, как СУЗ и СУЗ-2. Да, это тоже трезвучие, и если говорить о СУЗ, то это мажорное трезвучие, то есть более добренькое, а СУЗ-2 это минорное трезвучие. У обоих есть, соответственно, своя музыкальная формула. Они сейчас высветятся. Касательно СУЗ, это получается тоника, и от нее мы откладываем чистую квартал, а потом большую секунду. Если же смотреть и считать чисто сами ноты, то есть определять ноту, то намного будет легче, что понимать, у нас в этот трезвучий входит три ноты. первая это тоника, далее это идет у нас чистая кварта Ч4 интервал, нота под ней, и, соответственно, далее у нас идет чистый квинтовый тон от той же самой тоники. Нам его придется перенести, соответственно. Так мы можем вычислять, собственно, какие ноты входят в сам аккорд СУЗ. То же самое касается аккорда СУЗ-2, только здесь, наоборот, как у нас было с мажором минорным, так и та же система здесь получается. Чтобы получить минорный СУЗ, или же СУЗ-2, так называемый, мы делаем формулу наоборот, то есть тоника плюс большая секунда, и дальше плюс у нас уже чистая кварта. В этих двух видах трезвучий тоже нет ничего сложного, и я не зря начал их изучать сразу после мажорных и минорных обычных трезвучий. Дело в том, что они выглядят на грифе примерно так же, с небольшими видоизменениями, как и в музыкальной их составляющей. И если же нам надо, допустим, зажать СУЗ, мажорный аккорд, от шестой струны, то нам достаточно из лям, просто из лям мажора получить ЛЯСУС, АСУС, небезыменный, небезызвестный, просто достаточно сдвинуть третью струну на полутон вверх. Получится три пальца друг подружкой, и получим, соответственно, наш АСУС. Очень интересно, красиво звучащий. Соответственно, главная нота тоника у нас здесь от указательного пальца. И вот у нас получится соответственно, СОЛЬСУС, ГЕСУС, ФАСУС, и так далее. Даже можно ЕСУС, собственно, взять. Что касается изображения от пятой струны, мы просто переносим эту формулу вниз. И у нас сдвигается вторая струна на лат вверх, опять же, потому что эта вторая струна, она настраивается на полутон по-другому, и всё на ней зажимается на лат выше. И получается уже немножко более сложноватая, но вот такая вот аппликатурка. Опять же, у нас главная нота это первая, тоника. И аккордность взывается в честь неё, поэтому если надо нас зажать ССУС, то пожалуйста. Если же нам надо зажать от четвёртой струны, то мы спускаемся ещё ниже. И здесь у нас получается следующая схема зажатия. такая вот. Видите, в принципе, сам себе тон, он сохраняется, просто мы идём выше и выше. По тому же принципу. И эту аппликатуру мы тоже заучиваем. Но наиболее удобной является зажатие, как будто мы в дропе играем вот такой вот. в данном случае у нас главная нота ведущая получается от пятой струны. Многие рекомендуют зажимать даже с шестой, потому что, в принципе, это дубль первый, который есть у нас в этой аппликатуре. Но я так не делал, потому что, я уже говорил, что кварты они не очень музыкально звучат в нижних позициях. Чем выше, тем лучше, безусловно. А вот в верхних слишком много звука, обычно ненужного. Также здесь можно очень легко сместить назад и получить тоже красивый аккорд. Кто знаток, кто пытливый, тот умом, тот сам посчитает, все поймет. То есть мы с вами изучили опять же четыре аппликатуры зажатия. Теперь аккорда суз, мажорного трезвучия суз. И можем зажать его от каждой ноты на грифе от шестой, от пятой, от четвертой, от первой струны. Идем дальше, переходим к минорному трезвучию суз 2. И здесь у нас, если от шестой струны, то довольно такое сложноватое изображение получается. Выглядит оно вот так вот. Вот так вот. В чем сложность? У нас здесь не должна звучать в этом наборе четвертая и пятая струна. Четвертая мы глушим тем, что у нас при зажатии третий указательный палец касается четвертой. А, собственно, пятая мы глушим тем, что зажимая шестую палец находится под углом. Этот принцип, механизм используется почти всегда при зажатии октав. Когда нам надо, чтобы звучали только конкретные ноты. То есть, зажимая шестую струну, мы, получается, пятой тоже касаемся нашим средним пальцем. Ну и вот такой вот аккорд получается. Это касательно если шестой струны. Если от пятой все намного легче и более применимо, я часто использую, выглядит вот эта система вот так вот. Я очень люблю использовать эти вот, собственно, сусы. Потом септы. Особенно я люблю их использовать, когда очень длинные песни или, бывает, на выступлениях песни сливаются по два, по три, в одну, и получается 10 минут и держишь что-нибудь там. Постоянно держишь баре каким-то. И вот пальцы дубеют, устают как вот. И получается, надо что-то делать. И в этом случае очень часто можно заменить минорный аккорд на обычный сус такой вот. При этом зажать, помочь себе указательный палец средним. Ничего в этом страшного нет. Если вы устали, вы за это время можете отдохнуть. Я в это время даже отпускаю большой палец от грифа и, собственно, ну, на электрухе это легче, там и струна потоньше. И, в общем, играть даже без большого пальца, просто опираясь, прижимая средним, помогая себе. Такой легкий лайфхак, если длинные концерты на баре, или если, опять же, играть и на акустике очень долго. Вот. Это, что касается, был очень ходовой аппликатор у нас получается от пятой струны. Ещё касательно электрогитары я часто использую двойную квинту и называют, полную квинту и называют, ну, а также это сус, в принципе, по набору получается. Это вот такая форма. Три звука. Тоже относит к сусу. Очень удобно. Очень красиво. Поэтому тоже сюда отнесём. Хотя я вам её давать, наверное, в рисунке не буду. Ну, и так понятно, что квинта плюс квинта получается. Если пойдём дальше, то следующая аппликатура у нас получается от третьей струны. Она будет выглядеть вот так вот. Очень похоже у нас уже была аппликатура, да? Но здесь у нас ведущие ноты, соответственно, идёт не от пятой, а на четвёртой струне. Ну, и последняя аппликатурка, она выглядит вот так. Классики умудряются сжимать её как-то вот так вот. Это если надо построить от первой струны. или там от шестой. Не смогу. Дело принципа. В общем, ну, в принципе, на электрогитаре можно использовать зажатием даже неполным. Главное, что вот. Не звучит. Ой. Вот такой ещё вид аппликатуры если зажать от первой струны. Конечно, он используется редко, потому что он механически тяжело выполним и быстро его не поставить через два лада. Ну, по крайней мере, я его не использую. Однако он есть и опять же мы будем записывать по четыре, как я уже сказал, аппликатурные формы. Что касается того, что я сейчас показал. Всё это можно применять и на электрогитаре. Я вам в предыдущем видео объяснял, что чем больше звука от инструмента, тем, соответственно, меньше нот нужно в аккорде. И поэтому если же вы играете с лёгким подгрузом, чтобы звук першил, чтобы он немножко рассыпался, как я использую в буст, то это, соответственно, то же самое исполнение. Вы можете использовать все эти же самые полноценные формы аккордов, которые я сегодня показал. Если же вы играете с овердрайвом или с кранчем лёгким, то обычно берут ну четыре нотки. То есть мы берём не полностью там, да, а вот прям вот раз, два, три, четыре. Достаточно. Раз, два, три. Мы не играем даже в нижнюю. Или же, как я вам показал, собственно, можно брать наоборот четыре струны снизу. Это касается овердрайва, кранча. Если вы играете на дисторшн, то там, в принципе, звука так много, что риффы зачастую состоят вообще из одной там. такие вот, те же самые мастер-паппи. Там же даже не аккорды, потому что звука и так много. Там хватает почти солирующей линии, то есть у нас играется одна нота, иногда две, три. Поэтому, конечно, в тяжёлом металле всё это применять тяжелее. Но при этом это возможно, потому что я вот недавно там показывал... То есть это, в принципе, всё это использовалось в хейвиметале в классике Ван Халленб это всё использовал. Все эти обычные аккорды не используются, просто при аккуратном глушении, при сочетании и, опять же, не целиком. Что касается также применения их, можно использовать естественно и в обыгрывании. Вы понимаете, что есть основные ноты, основные, куда можете играть при обыгрывании. И если тот или иной аккорд звучит в аккомпанементе, это значит, что вы сможете его и обыграть и привнести его в этот же момент, собственно, сыграть его на пентатонике или же на какой-то там гамме. Не вдаваясь в модальность ладов, в общем-то, можно бить в акцентированные ноты аккорда, который звучит в этом месте. Это немножко сложнее, но я вам просто на будущее кидаю то, что знание аккорда и знание нот, которые в него входят, это полезно. Какие ударные получаются, какие лучше подтянуть, затянуть, оставить, так и даже для вокалистов. Что касается всего остального, то будем изучать дальше. Так вот, сегодня мы с вами изучили мажорно-минорные трезвучия. Мажорных было больше, потому что они легко зажимаются. Дальше мы пошли минорные и сус, сус-два. То есть, сус-мажорный, сус-минорный. Выучили, как их зажимать по всему грифу. Запомнили, что самое главное это тоника, от которой мы идем. Она выделена жирным. Дальше мы просто берем аппликатуры и ноты, которые необходимы для музыкальной формы. С этим все понятно. Ну и, в принципе, на сегодня все. Будем заканчивать. Обязательно, обязательно пишите комментарии и обязательно ставьте лайки под этим видео, потому что в последнее время лайков что-то совсем мало. Чем круче я делаю, тем, соответственно, стараюсь в выпуске, тем меньше их смотрят. Я вам вообще хотел просто бомбу сделать, но теперь боюсь, что ее никто не посмотрит. Поэтому объявляю, собственно, конкурс. Кто сейчас пройдет и поставит больше лайков под последними видео, тот получит суперприз. Вот эту вот замечательную карту из пятерочки. Честно. Вот. Ну а на этом все. Пишите, как я уже сказал, комментарии, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Учитесь, учитесь аккордом, учитесь владению игрной гитаре, потому что все эти акценты, все это классно. Когда вы можете сыграть одну и ту же последовательность аккордов с помощью такой вариации, с помощью такой, вы сможете выделить один из них, ворваться им, вы сможете сыграть куплет одни вариации, да, одной обигровкой, а припев другой, и сделать его богаче, насыщеннее, или же наоборот, более тонким, более обволакивающим, ведь часто припевы делаются тише, чем куплеты. Это все музыкальные мысли, это все развивает, это все интересно, и чем больше у вас находится в арсенале, тем больше вероятность не только сформировать вашу индивидуальность, но и нащупать наиболее подходящую аранжировку для данной композиции. Все, всем пока.